Поскольку у нас много сторонников, возникает вопрос, что мы будем делать дальше? Будем баллотироваться? Не будем баллотироваться. Но прежде чем ответить на эти вопросы, я бы хотел коротко коснуться проекта Каха по созданию второго государства. Это проект для второго государства. Вот, это новый флаг. Сразу понятна его идея. Менарра призвана символизировать тот факт, что это государство будет не только государством евреев, но, что более важно, еврейским государством, а именно в духе иудаизма. Лев – это, конечно, символ Иуды. У каждого колена был свой символ. В Тории есть такой стих «Иуда – молодой лев». Мы сочли важным поместить на флаге стих из Торы, чтобы свести все это воедино. Неделю назад состоялся первый конгресс в поддержку еврейского государства Иудея. Изначально его планировалось провести в Кириат-Армия, но нам помешала армия. Она надавила на местный совет, и хотя два члена этого совета нас поддерживают, семь других подчинились приказу и запретили конгресс. Так что его провели в Шератон-Плазе в Иерусалиме. И я должен заметить, что мероприятие было проведено в лучшем виде. Мы не подвели Шератон. Все соответствовало их самым оптимистичным ожиданиям. Начать с того, что зал был забит до отказа. Была масса народа из прессы, что особенно невероятно ввиду полного отсутствия репортажей. Там были CBS, NBC, ABC, CNN, Time, Newsweek и вообще все, кого только можно вообразить. Там были французские, японские, BBC, вообще все. Важно то, что нам удалось собрать делегатов из четверти всех поселений, что вовсе не так просто, как кажется. Ведь им угрожала полиция. Как только мы объявили о нашем плане, генеральный прокурор заявил, что он изучает, не является ли это подстрекательством к мятежу. Конечно, если вы человек каха, старой закалки, то подобное заявление генерального прокурора вызовет у вас лишь усмешку. Но если вас раньше никогда не арестовывали, перспектива оказаться за решеткой несколько пугает, и многие отказались. Тем не менее, нам удалось представить четверть поселений, что было очень хорошим результатом. Другая причина, почему это было нелегко, состояла в том, что лидеры Гуш и Муним, все как один начали чинить нам препятствия. Их неприятие нашего плана не было безоснователем. Это невероятная трагедия. Даже если вам это не нравится, успокойтесь. Мы боремся за вас, мы на вашей стороне. Зачем вы с нами боретесь? Если хотите знать, то именно по этой причине был разрушен второй храм. Евреи не способны объединиться, даже когда они в одной лодке, потому что всегда возникает вопрос, кто будет главным. Мы пригласили всех их принять участие. Мы послали письмо каждому лидеру Гуш и Муним. Это не проект Каха. Мы его продумали, предложили, но никто из них не пришел. Это был огромный успех. На Конгрессе мы избрали временный парламент нового государства, а также исполнительный орган. Мы не провозглашали государство, но лишь объявили о намерении его создать, если Израиль решит отказаться от территории. Однако тем временем мы создаем всю инфраструктуру государства, чтобы все было готово, если, упаси Бог, возникнет необходимость ввести это. Конечно, наша главная задача не создать государство, а надавить на Израиль, чтобы он аннексировал территории. Нам не нужно два государства. Нам нужно одно государство на всей земле Израиля. Но если там не будет одно государство, то будет два еврейских государства, чтобы гарантировать, что никогда не будет палестинского государства. План получил огромную поддержку в поселениях, даже от избирателей Тхи и так далее, потому что кто-то что-то делает. Я хочу, чтобы вы знали, что эта идея впервые пришла нам в голову еще в 75-м году. Именно тогда я увидел возможность отказа от территорий. Газета «Едиот» на прошлой неделе писала, что Моссад планировал убить меня несколько месяцев назад, когда я еще баллотировался. Тут нет сомнений. Эти люди готовы на все, что угодно. Они уже это делали. Эти люди предавали евреев британцам, стреляли в евреев на Аль-Талене, расправлялись с сефарскими евреями, похищали геменских евреев. Они могут пойти на все, что угодно, вообще на все. Вот почему это единственная надежда Израиля. Мы должны проделать это умно, но это единственный способ. Знайте это. Проект государства, в который мы вложили в Израиль немало денег, больше 10 тысяч долларов, развивается своим ходом. Этот крупный план станет следующим крупным проектом в Израиле. ИЗИ подготовил на эту тему четырехстраничную брошюру. Это будет одна из главных публикаций Каха. Это неоднозначная вещь. Вы должны понять это сами, и согласитесь с этим. Иисус, это необычно, это необычные вещи. Продолжение следует...